Час на прямую телефонную линию и еще два на личный прием граждан. Причем обращались к председателю облсполкома не только жители Щичерска. Среди позвонивших бывший афганец, гомельчанин Игорь Петриков. На его счету 49 боевых выходов. Говорит, что каждый раз ходили буквально по лезвию ножа. Из его 334-го отдельного отряда специального назначения 104 бойца погибли. 460 вернулись домой с боевыми ранениями. Игорь в их числе. Пуля попала в ногу, перебила сосуды и сухожилия. Медики объяснили, нарушено кровообращение. В связи с чем раненая правая нога стала усыхать. Сегодня она на 5 сантиметров короче здоровой. Однако признать инвалидность итогом боевого ранения гомельские медики отказываются. Что мне уже делать? Я уже третий год, у меня полностью на правой ноге полностью хрощей стерлись. Надо делать операцию. Я хотел бы в Минске. Позвоночник искривился даже после этого. Вот. Головные боли. На левый глаз ослеп. Я уже не знаю. Пожалуйста, помогите мне справиться с этой ситуацией. Поручение председателя облсполкома тщательно разобраться в ситуации. Буквально крик о помощи не только услышан. Если это действительно бюрократические препоны, реакция будет соответствующей. Еще один звонок из деревни Старая Исковщина. Местная жительница жалуется на неудовлетворительное состояние одной из дорог. По ее словам, в дождливую погоду автоловка может доехать только с помощью трактора. Наша съемочная группа также убедилась. Сельчане говорят правду. Поручение губернатора – навести порядок. Разговор, который проходил во время личного приема, можно смело назвать конструктивным. Люди говорят о вопросах, которые их действительно волнуют. Причем часто касается это не только лично тех, кто обратился. Гомельчанин Александр Дебриян говорит об увековечивании памяти героя Советского Союза Емельяна Барыкина. В начале войны он был одним из создателей Гомельского полка народного ополчения. Во время оккупации начальник штаба партизанского соединения. После освобождения – один из руководителей города. В перспективе улицу, носящую имя героя, планируется реконструировать. Сейчас вы видите один из предлагаемых архитекторами вариантов. Председатель облсполкома говорит о намерении создать здесь парк имени Емельяна Барыкина с установкой его бюста или памятника. Пока же он поддерживает идею о создании граффити с изображением героя Советского Союза. По граффити нет проблем. Мы рассмотрим вопрос. Может быть, в следующем году, может быть, в этом году. Тут надо подобрать здание. Мне там уже рассказывали, что есть дом, который хорошо виден. И площадкой хорошей может быть. Понятно, что применяются такие масла и краски, которые сегодняшний день имеют хорошую палитру и имеют возможность сохраняться долгое время. Поэтому посмотрим. Я здесь не вижу проблем. Нина Герасченко пришла с коллективным обращением от жителей двух домов по улице Октябрьской. Специальная комиссия официально признала их непригодными для жилья. Здания не соответствуют санитарным и техническим требованиям. Сданные в эксплуатацию почти 60 лет назад, дома уже не подлежат ремонту. Пол в квартирах с трудом выдерживает вес взрослого человека. А выйти на балкон вообще невозможно. Архитекторы просто не предусмотрели двери. Просьба жителей построить для них арендное жилье, а старые постройки снести. Председатель облсполкома с предложением соглашается. Я очень довольна приемом. Во-первых, я понимаю, что наш вопрос уже будет положительно решен. Во-вторых, эта форма взаимодействия с населением, она очень эффективная. То есть пообщавшись, ты можешь задать любой вопрос, какой наболевший. Ну и, соответственно, ждать более быстрого решения. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели.